Всем привет! Канал Turkish People, но вы уже видите, я на кухне, в парточке, значит будем сегодня готовить. Я не очень люблю готовить на камеру днем, потому что я работаю на удаленке, и у меня маленькие промежутки времени есть, в которых я могу что-либо сделать. Вот поэтому я готовлю частями. Видите, у меня здесь много продуктов, но вместе, параллельно я их делать не буду, и я потом просто на монтаже видео соединю, как я это готова. У нас сегодня будут в меню любимые куриные котлеты. Я не знаю, вот я тогда приготовила, я вам тоже видео снимала, и после этого они мне прям просят, чуть ли не каждый день, готовь нам эти куриные котлеты. Я говорю, как они вам еще не надоели. В этом видео подробно я показывать не буду, потому что есть именно четко, прям поэтапно, как я готовила. Я просто покажу, что, да, у меня сейчас пока курица, есть мясорубка, я это сделаю в фарш, потом просто покажу, как, что с чем смешала, и дальше. И подробно я буду сегодня показывать пирог, который на камеру я еще ни разу не готовила. У меня будет пирог и с любимым творогом, и яблоком. Это будет все одновременно в одном пироге. То, что нужно для всех моих блюд, я обязательно под этим видео укажу в описании. Ну, пирог будет вкусный, пышный, будет сегодня обязательно. Ну, и на гарнир просто рис, потому что у меня сегодня обед. Супа не будет. В Турции суп, кстати, любят на завтрак. И здесь даже говорят, что не есть суп, а ичмек, пить суп. Потому что в основном это суп, пюре готовится. Я суп не готовлю на обед, а готовлю чаще всего на ужин, когда мы всей семьей собираемся. Ну, сейчас первым начну именно с фарша для котлет, чтобы у меня фарш стоял готовый, чтобы я в любой момент, когда соберу детей из школы, могла нажарить им котлет. Быстренько покажу ингредиенты. У меня 1,2 кг курицы, здесь у меня пыреные грудки и 2 ножки, бедрышки срезала, чтобы мясо было немножечко более жирное. Есть у меня совсем чуть-чуть хлеба. В Турции вообще хлеб большой батон, но он очень мягкий, мягкий, что там практически нет. Вот, совсем немножко, поэтому я буду еще добавлять панировочные сухари. Это я уже посмотрела по консистенции. 2 столовые ложки соли, 1 крупная луковица, можно и луковицы побольше, если кто любит. Черный перец, ну и немного воды для того, чтобы размочить хлеб. Вот что я сейчас и сделаю. Будет примерно миллилитров 30, потому что хлеб-то у меня мало. Пусть стоит, пока размокает. А я займусь тем, что нарезаю курицу на мясорубке и луку свой. Еще один важный ингредиент – это сливочное масло. У меня 100 грамм, и оно лежит в морозилке. Я потом ее буду натирать на терку прямо вот в нашу массу для котлет. Куриный фарш, добавляю сюда 2 чайные ложки соли. Если кому-то мало, можете потом досолить, когда приготовится. Или уже на следующий раз знать, сколько именно вам нужно. Я много соли не люблю. Черный молотый перец тоже на глаз, сколько хочется. Если хотите, можно больше лука добавить. Можно и сушеный лук добавлять. Вот я люблю с чесноком. Но вот я куриные котлеты с чесноком не люблю. И вот нужно будет добавить этот хлебушек. Потом я перемешаю и посмотрю, сколько нужно будет добавить еще панировочных сухарей. Видите, даже воды не осталось. Все сюда. И надо вымесить руками. И приступаем. Фарш не сухой. Для того, чтобы когда жарились котлеты, грудка не была сухой, мы добавим потом еще масло. Это будет самым последним. Я добавила 2 столовые ложки панировочных сухарей. Если у вас есть больше хлеба, больше батона или чего-то другого, что вы добавляете в котлеты, кто-то добавляет картошку, кто-то крахмал, то тогда панировочные сухари не добавляйте. Это 100 грамм сливочного масла, натертые на крупную терку. Сейчас тоже перемешаю все вместе фарш. И надо будет отправить в холодильник. Фарш в холодильник. Минут на 20 это минимум. 20-30 минут будет в холодильнике стоять. А я займусь другими своими делами. Спешу я в школу за младшими детьми. Без привлечения вам скажу. Но Анталии стало холодно. Внутри напилка, витрища. Плюс 8 градусов. И веселый ветер. Это холодно. А еще у нас сегодня будет попкорн. Вот, из кукурузы продается в магазинах. Вот пакетик 500 грамм. Здесь у меня 250 грамм насыпано. И скоро увидите, сколько из него получится. Добавляем масло. Ничего сладкого у меня здесь нет. Здесь любят попкорн соленый. Но я немножко посолю, много не буду. Ну, ждем результат. Слышите, как стреляет. У-у-у, сколько у нас. Продолжим готовить. Сейчас буду делать пирог с творогом. Вот, я его до этого момента хранила в холодильнике. И яблоко. Сначала мне нужно масло. Здесь 120 грамм. Реально взвешивала. Масло стояло при комнатной температуре. Размягчилось. Добавляем стакан сахара. Если кому интересно в граммах, у меня это мерный стаканчик, то сахара здесь 150 грамм. Кто скажет, что это слишком много, ну, делайте меньше. Просто пирог должен быть сладким. Хоть что-то сладкое. Если ты пьешь чай без сахара. Ну и вы видели. Пришли гости. К моей Анечке. У нее две подружки пришли. Миксер я тоже приготовила. Добавляем ванильный сахар. Готовила ли я такой рецепт с растительным маслом, с подсолнечным? Готовила. Ну, я вам скажу, что с творогом лучше всего сочетается сливочное масло. Ну, то, по крайней мере, мне так кажется. Что, начнем добавлять остальные ингредиенты. Давайте добавим. 250 грамм творога. Он у нас называется лор пионер. Вот сухой, рассыпчатый и подсоленный. Поэтому я соль не добавляю сюда. А у вас есть обычный творог, добавьте еще щепотку соли. Видите, у меня такой сухой-сухой творог. Поэтому и муки я буду добавлять меньше. Вам, наверное, придется больше. Ну, посмотрите, как консистенция будет выглядеть. Можно сразу миксить. Почему я сначала творог? Потому что он у меня сухой, его надо было немножко измельчить. Сейчас добавлю яйца. И еще подружим. Получилось достаточно жидкое тесто. И постепенно будем добавлять муку. Не забываем про разрыхлитель. У меня разрыхлитель в этот пакетик 10 грамм. У меня 1 стакан муки. Если кому интересно в граммах, то 1 стакан муки. Это 120 грамм. Это 200 миллилитров стаканчик. Вот, смотрите, консистенция теста. Очень густая сметана. Я вспоминаю по сметанам. А в Турции сметаны, как таковой, нет. Называется рикши-крема. Продается мало-мало где. У меня форма диаметром 24 сантиметра. На дно положу, складываю на дно. А из стенки можно смазать подсолнечным маслом. Стенки смажу подсолнечным маслом. И теперь нашу массу будем выкладывать сюда. Яблоки почистила от кожуры. У меня одно большое яблоко. Можете взять поменьше. Можно два. И нарезаем долечками. Вот, примерно так уложить яблоки. Просто они у меня очень большие. Если бы поменьше, можно было бы покрасивее что-то сделать. И сейчас включаю духовку на 180 градусов. Верхняя вентиляция. Пусть пока прогревается. А пирог у нас постоит. И подождет. Время зря не теряем. Стаканчик риса надо сейчас промыть. Промыли рис. Замочили в воду. В теплой воде. Пусть пока немножко постоит. А я приготовлю сковородку, на которой буду готовить рис. А рис я буду готовить не чисто белый, а вместе с шехрием. Видите, такие темные рисинки. На самом деле, это макароны. Если кто ни разу не готовил, попробуйте. Интересный будет выглядеть, как будто рис вместе с темным рисом. Отправила пирог в духовку. Пусть выпекается. И не будет нам мешать заниматься готовением любой пищи. Вот, примерно 20-30 грамм сливочного масла. Пусть растапливается. Туда же добавляем подсолнечное масло. Тоже около 30-40 миллилитров. В зависимости, сколько будете вы готовить. И ждем, когда масло растопится. В это время поставим нагреваться чайник, чтобы у нас была горячая вода под рукой. Сливочное масло не должно гореть. Вот оно растопилось. И добавляем сюда шефрии в виде макаронок. Вот такого вида. Просто можно добавлять и паутинку макароны. Тоже будут называться шефрии пироги. И надо обязательно перемешивать, чтобы не подгорало. Это очень быстро, буквально 1-2 минуты. Рисинки потемнеют. Вот почему-то они спинятся. Вот я их называю рисиками. Вот эти макаронки. Они потемнеют. Не пугайтесь. Это нормально. Так и должно быть. Вот смотрите, какого стало коричневого цвета. И в этот момент мы добавляем рис. Я его предварительно вылила из него воду. И вода немножко ушла. И будем и рис поджаривать. Рис надо перемешивать, чтобы он не пригорал. Вот он поджарился. 3 минуты. И добавляем горячую воду, чтобы полностью покрыло. Ну, один к трём. Я делаю, конечно, на глаз. Я просто знаю, сколько должно покрыть рис. То есть, если один стакан риса, то три стакана воды пойдёт. Ну, ещё зависит, какой сорт рис. У меня рис сорта жасмин. Сейчас же посолю. Ну, где-то примерно одна чайная ложка. Перемешиваем. Огонь небольшой. Закрываем крышкой. И ждём, когда он приготовится. Приготовится, а мы можем заниматься следующим. Будем жарить котлеты. Взяла сковородку. Ещё одна гранитная сковородка у меня есть. Налила масло. Пусть оно нагревается. А мы в это время приготовим заготовки котлет. Эти рис готовятся. Там можно посмотреть через крышечку. Наш куриный фарш из холодильника. Кусочки масла не растаяли. Сейчас перемешаю и буду делать по форме котлетки. И обвалять их надо будет просто в муке. Вот заготовки моих котлет. С чем котлеты? С фаршем. А из какого фарша, знаете? Гадали. Не угадали. Это куриный фарш. Я его сама делала. Так что сейчас буду жарить. Их надо переместить аккуратненько в сковородку. А рис у нас уже почти готов. Для этой сковородки следим, чтобы не подгорали. Будем их переворачивать регулярно. А тут еще 1-2 минутки и у нас готов карнир. Пирог мой поднимается. Все идет по плану. Сейчас проверим. Нет, не пора переворачивать. Начала переворачивать котлеты. Мы еще не дожарились. Я потом их переверну еще раз. Проверяем наш рис. Надо перемешать. Рис приготовился. Он сейчас немножко постоит. И станет подсуша. Я его выключаю и оставляю под крышкой. Пусть это заготавливается самостоятельно. А я быстро приготовлю соус. Ну, это всем любимый солидарь. Нужен нам сезон. Йорд. Такой густой. Мята. Ну, я возьму сушеный чеснок. Свежий, чистый. Времени нет. И поменьше сушеного давать. Оливковое масло и, конечно же, соль. Сейчас это все. Вот на такую вот возьму одну столовую ложку мяты. Не переживайте. Нормально получится. Очень вкусно будет. Перемешиваем. И соус. Сейчас будет готов. Соус готов. Катрышки наши тоже жарятся. Я их переворачиваю регулярно. Чтоб не подгорели. Чтобы жарить следующую партию, капец, нужно будет сковородку протереть бумажным полотенцем. Мои голодные детишки уже за столом. Всем приятного аппетита. Носились по квартире. Было им весело. У нас это можно. У нас разрешено бегать, прыгать. Но в определенное время. Всем приятного аппетита. Спасибо. Ну что, как котлетка, Аня? Не знаю. Ну как вам котлетик? Я сейчас съезжу за Андреем. Приеду еще дожарю. Там добавка на сковородке есть. Так что доедайте. А я поехала. Еще увидимся. Всем приветик. Вот меня мама тоже забрала сегодня. Да, тоже быстро доставлю к нашему столу. Я тебе персонально котлет нажарю. Я им сковородку пожарила, оставила. Да, я ей готовлю чуть ли не каждую неделю теперь. Вот такие котлеты. Люблю, когда мама готовит. А вот обещанный пирог. Это тоже. Кстати, пирог у меня, Андрюша. Творожное тесто. А это яглоки сверху. Пусть пока остывает. У нас будут креветки. Купила пакетик. Они вареные уже. Поэтому очень быстро приготовиться. Креветки любит Аня. Растоплю масло сливочное. Чтобы оно не горело, всегда добавляю немножко подсолнечного. Ну и вот все. Креветки туда бросаем. Обязательно. Чесночок. Пожаренные в масле, они очень вкусные. Готовится в порченную сковородку. Сейчас еще одну такую задостану. Будет я. Посолим. Можно, в принципе, кто любит чеснок, добавить и сухого чесночка сверху. Как мало креветок-то осталось. Ну вот, были большие. Остались совсем маленькие. Все влезли в одну маленькую сковородку. Изначально я их поджаривала по раздельности. Потом сложила опять их вместе. Соевый соус. И будет готово очень быстро. Ну вот, все захотели поесть пирога. Девочки погулять на улицу уже хотели. А теперь надо после улицы. Не хотят. Не хотят? Значит, нам больше достанется, да? Да. Вот типа прибежал. Цепи будет. Вот. Это у нас. Видите, творожный пирог. И яблоки сверху. Посмотрите. Он рассыпчатый. Ну, это пропекся. Замечательно. Сладкий. Вот. Очень вкусный. Андрюша даже сказал, очень сладкий. Ммм. Угу. Вот это на шарлотку совершенно не похоже. Это абсолютно другой вкус пирога. Если хотите, попробуйте творожный пирог с яблоком. Очень вкусно. Рекомендую. Я подобные, кстати, готовила кулич. Поэтому очень похожее тесто. Только там изюм надо добавлять. Ну, и, конечно, яиц побольше. Там посложнее тесто. Но тоже и кулич готовлю творожный. Придет время, я тоже обязательно испеку. Вон, наконец-то, девчонки пришли. Пробуют новый пирог. Такого вида я... Вкусно. Ну, я готовила. Вкусно. Скажи, похоже на кулич. Да. Ага. Да. Пасха скоро. Нет, еще не скоро. Всем приятного аппетита. Спасибо. 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 А ты уже съел. Он уже и киви съел. Если хотите, фрукты тоже берется. Давайте, девочки. Пока-пока. Пока-пока. Все. Что вы договариваетесь уже? Да, что? Да. Уже завтрак тебе, да? А вот так к Милане. Вот так. Юрширос, скажи. Юрширос. Да. Юрширос. Глядели. Як шамлар. Як шамлар. Все счастливенько. Пока. Я. Пока-пока. Пока-пока.